День с толком Тех, кто нас смотрит на телеканале и в Ютьюбе, смотрите в этом выпуске. Филателисты уже начали охоту. Региональная почта России выпустит конверты с логотипом Кубка Мира. Прокуратура, следователи и Роспотребнадзор после массового заражения детей в Барнольской школе проводят проверку. Город против законов стаи. Почему участились нападения бродячих собак и что с этим делать? В Барнольской школе номер 128, где массово заболели дети, на два дня отменили занятия. В учебном заведении работают специалисты Комитета по образованию, прокуратура и следователи. Они проверяют версию о возможном отравлении детей. Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воды, смывы с поверхностей, продукты на исследование. А минувшей ночью семьи заболевших школьников даже выезжали врачи. Специалисты брали у детей мазки для анализов и тестировали на Менингит. Как они сказали, они все исключают. Как-то серьезная ситуация. Скажи, пожалуйста, им не сказали, что ездят ко всем. Наш педиатр сказал, что вы как-то в списки попали. Но мы потому что отписывались. А другая, вот они вдвоем, две педиатра, говорят, что всех вообще, вот сейчас ночью всех обезжают с этими мазками. Какой-либо информации о госпитализации детей пока нет. При этом у многих заболевших держится высокая температура и сильная рвота. Родители учеников продолжают обзванивать медики, уточняют, что ели и пили дети накануне. К слову, эксперты отмечают, что симптомы очень схожи с ротовирусной инфекцией. Конечно, вот просто очень много народу. То есть, опять же, почему очень много народу? Сложно сказать, чистый там ротовирус. Или там все-таки были еще какие-то другие моменты, связанные именно с кухней, с едой, там еще с чем-то. Это сейчас сказать очень сложно. Это вот надо подождать расследование, и что они дадут, какие тесты нам это все даст. В самом учебном заведении проводят санитарную обработку. К слову, ранее ряд федеральных СМИ сообщали о сотне заболевших в Барнаульской школе. Позже Алтайский Минздрав опроверг эти данные, указав, что за помощью обратились только 10 из 140 отсутствующих школьников. Диагноз отравления у них не подтвердился. Но, судя по перепискам в родительских чатах, заболевших с симптомами отравления намного больше. Анастасия Бертенева, День с толком. Сегодня ночью в Барнауле тушили значительное возгорание. Пришлось использовать даже пожарный поезд. Горело складское помещение Барнаульского радиозавода. Пожару присвоили повышенный второй ранг сложности. Площадь возгорания составила 870 квадратных метров. Огонь распространялся с огромной скоростью. Сложность тушения пожара заключалась в наличии легко воспламеняющихся жидкостей, которые в процессе развернетизации происходила резкая вспышка. В здании находилось большое количество газовых и кислородных баллонов, которые пожарным приходилось эвакуировать в большом количестве. На ликвидацию пожара ушло несколько часов. В итоге удалось не допустить распространения огня на соседние строения. При тушении задействовали 67 человек, 18 единиц техники. Жертв удалось избежать. Спасено имущество на общую сумму в 15 миллионов рублей. Барнаульская семья опасается жить в новой квартире. Речь о скандально известном долгострое на Павловском тракте 291. Люди уверяют, в ходе строительства проект изменили. И в итоге семья получила квартиру, в которой опасно жить. В ситуации пытался разобраться Илья Кочетков. Галина Кичко – мать 8-летнего мальчика с диагнозом ДЦП. Все свободное от работы время она и ее родные посвящают мальчику. Забот много – отвезти, привезти из школы, поехать на медицинские процедуры, не говоря уже о специальных физических упражнениях. Ребенок растет, ему необходима соответствующая мебель, ему необходимы соответствующие тренажеры. К сожалению, на сегодняшний момент здесь я установить не могу, потому что вынуждены пока жить у мамы. Об отдельной большой квартире задумались давно. В 2017 году выбрали ее по адресу Павловский тракт 291. Многоквартирный дом тогда был лишь в проекте. Галина говорит, устроила ей расположение здания и этаж четвертый. Смущала лишь, что с проектом ознакомиться не удалось заранее. Но женщину заверили, под ее квартирой будет жилое помещение, а пристройка не больше двух этажей. По факту вышла. Почти все окна квартиры выходят как раз на крышу пристройки. Данная квартира теряет статус жилого помещения. Если все остается так, как остается, высота пристройки, горючесть материалов, из которых построена эта пристройка, соответственно, моя квартира не может иметь потребительских слоев, потому что она не может иметь статус жилого помещения. Галина рассказала, что обратилась к застройщику, тогда это был Барнолк-обстрой, с требованием предусмотреть для нее квартиру этажом выше. Но последовал отказ. Тогда женщина обратилась в суд, предварительно заказав независимую экспертизу. Ее заключение, в частности, пристройка является отдельно стоящим помещением. Галина уверяет, теперь она не может даже продать квартиру, чтобы вернуть вложенные деньги. Покупатели, узнав про постройку, разбегаются. К тому же экспертиза доказала, строение нарушает большое количество градостроительных норм и правил. Квартиры вплоть до пятого этажа не могут быть жилыми. Нужно либо их лишать статуса квартир, либо снести само строение. Но в этом суд индустриального района ей отказал. Исковые требования о возложении обязанности снести левую часть двухэтажного нежилого строения оставить без удовлетворения. Кичку намерена судиться дальше, уже на уровне края. Возможно, в ходе разбирательств ей предстоит встретиться с одним из владельцев спорной пристройки, Юрием Фрицем, известным на Алтае предпринимателем. Он уверяет, проблема в размытом статусе пристройки. Оно было сначала пристроенным, потом внезапно стало отдельно стоящим. А это разные требования к пожарной безопасности и прочим моментам. Правда, высота строения и прочие параметры остались неизменными, уверяет он. И Галина, уверен владелец пристройки, знала, на что шла. Более того, его представитель пытался с ней договориться, но, увы. Менее трех миллионов квартира обошлась ИСЦам, куплена. Но на этапе, когда мы уже вошли в процесс, мы вышли, конечно, на ИСЦов. А что вы хотели бы, что вы предлагаете? Ну и нам было предложено купить квартиру стоимостью более 6 миллионов в другом доме. Галина Кичко пояснила, причина такой суммы – рост цен на недвижимость. Но Фриц отказался. Он готовит апелляцию и намерен доказать, что сносить пристройку нельзя, поскольку это создаст прецедент для множества подобных строений в Барнауле. Разбираясь в этой неоднозначной ситуации, пока понятно одно. Судебные баталии, скорее всего, будут долгими. Мы продолжим следить за развитием ситуации. Илья Кочетков, Алексей Фризин, Андрей Печоркин. День с толком. Сегодня в Барнауле наградили врачей главного в крае ковидного госпиталя. 115 человек получили почетные грамоты и благодарственные письма Минздрава России и региона, правительства края, управления МЧС. Из отмеченных еще трое теперь обладатели нагрудного знака «Отличник здравоохранения». Напомним, в санатории ОПИ с начала пандемии живут врачи 5-й горбольницы, которые работают с пациентами, зараженными коронавирусом. Некоторые не видели семью полгода и больше жили в окружении коллег. Часто не высыпались, работая по несколько смен подряд. Ну, было тяжело, правда. Было очень тяжело. Читали книги, очень много мы читали в свободное время. Ну, свободного времени, конечно, было очень мало. С субботы, воскресенья приходилось тоже работать. И еще я открыла для себя такую интересную вещь, как рисование. Да, сейчас, знаете, есть такие картинки, по цифрам рисуют. Вот, у нас этим многие увлеклись. Уникальные конверты с логотипом этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каной решила выпустить Почта России в Алтайском крае. Напомним, событие международного уровня пройдет в Барнауле в конце мая. А сегодня у нас была возможность оценить эскиз конверта. Сами конверты увидят свет в середине мая. Тираж ограничат 100 тысячами экземпляров. К ним уже проявляют огромный интерес филателисты и коллекционеры. Ценность конвертов в том, что на них будет стоять оттиск спецштемпеля. Специальное гашение – большая редкость. Почтовики проводят его к памятным историческим датам. Как и сами конверты, штемпель сейчас в процессе производства. Чем отличаются фиксированные штемпели, ну вернее, штемпели с фиксированной датой от обученных календарных? Календарные штемпели есть в обиходе абсолютно каждого отделения почтовой связи. Сотрудники могут переводить день, ну как бы дату, каждый день. То есть есть возможность перевести дату у таких спецштемпелей. Возможность перевести дату либо вообще отсутствует, либо она ограничивает некоторым количеством дней. Ну то есть в нашем случае получается возможность погасить эти конверты. Может быть у людей только с 19 по 23 мая. Накануне старта Кубка Мира, где будут присутствовать почетные гости, пройдет торжественная процедура гашения. Все желающие, в том числе и спортсмены, смогут приобрести конверты и поставить штемпель с фиксированной датой. После завершения всех процедур спецштемпель по традиции отправят в музей Санкт-Петербурга. В Бийске собака напала на школьника. В Камни-Наби бродячие псы разорвали кошку. Сообщения о подобных инцидентах в последнее время звучат регулярно. Ситуация с бездомными животными в крае выходит из-под контроля. Жители многих населенных пунктов боятся ходить по улицам, особенно в безлюдных местах. Почему не удается решить проблему с бесхозными собаками и есть ли выход? В Бийске собака напала на ученика прямо средь бела дня. Это случилось на территории учебного заведения. Собака покусала шестиклассника. На кадрах видно, что школьник продолжает сопротивляться. Вообще нападки бездомных собак в Наукограде уже не редкость. Обращения в различные инстанции результатов не дают. Вечером невозможно ходить. А ни вечером, ни днем невозможно. А эти кадры из камня на обеих жителей. Города бьют тревогу уже не первый год. Озлобленные собаки свободно разгуливают по городу недалеко от магазинов, школ и детских садов. Был случай, разодрали просто в клочья кота. Ну, на кота напали и просто порвали кота. И, видимо, одна собака гулялась. И вот эта стая набросилась на собачку маленькую. И аналогично практически в центре города ее просто растерзали. Ближайший пункт передержки, там, где собак стерилизуют, находится только в Славгороде. От камня на обеих, это больше 240 километров, местные предприниматели не спешат создавать приюты для бездомных собак. Однако, недавно такой человек нашелся. На отлов животных уже выделили деньги из краевого бюджета. Чем больше город, тем больше в нем собак, у которых нет хозяина. В Барнольский приют «Ласка» только с этого года попало 110 особей. К слову, это единственная организация в городе и одна из трех в крае, которая занимается отловом животных. Иногда щенков просто оставляют в мешках и коробках прямо у приюта. После карантина и стерилизации они вновь отправляются на улицу. Поскольку по закону пункт передержки обязан вернуть животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессии, на прежние места их обитания после проведения мероприятий. Животных, которые проявляют агрессию, мы, согласно закону федеральному, обязаны держать в приюте вечно до их естественной смерти. Потому что закон эвтаназию запретил, соответственно, мы их должны определить. Но за чьи средства они должны содержаться, то есть непонятно. Потому что по факту выходит так, что оставляя у себя животное, мы уже его берем на свое обеспечение. Если вы видите на улице бездомную бродячую собаку, звоните в Ласку. Приют выиграл и в этом году аукцион. Общественная организация получила свыше 4 миллионов рублей и обязана выполнять ряд обязательств. Она взяла на себя определенные обязательства, не менее 580, по-моему, особей. Они должны отловить, чипировать, стерилизовать и, к сожалению, выпустить обратно. Но этих денег недостаточно, считают депутаты Гордумы. И до тех пор, пока не будет выстроена нормальная система работы по определению судьбы бродячих животных, подчеркивают эксперты, они не перестанут быть угрозой для людей. Хороший пример в этом плане Чехия. Там собакам встраивают чипы, по которым можно установить владельцев. Если таковых нет и хозяин не объявляется, скиталец остается в бюджетном приюте городской полиции. Андрей Дреер, Анна Рашагирова, Николай Шелко. День с толком. Всегда строгие и сдержанные, но пару часов в день веселые и юморные. Сегодня сборная команда КВН УФСИ на Алтайского края провела последнюю репетицию перед главным фестивалем юмора Кевин-2021. Мероприятие стартует в Сочи уже завтра. О шутках алтайских блюстителей порядка, которые сегодня отмечают свой профессиональный праздник, расскажет Валентина Аскерова. Майоры, капитаны, лейтенанты, прапорщики и оперативники. 12 сотрудников федеральной службы исполнения наказания на сцене. С утра до самого вечера репетируют номера. Уже завтра сборная команда КВН УФСИ вылетает в Сочи участвовать в фестивале Кевин-2021. Вот, посмотри сюда. Да не туда, не туда. Да вот у меня, с другой стороны. Рутинные обыски на работе обыгрывают веселыми музыкальными сценками. Многие сотрудники УФСИН в прошлом уже юморили в студенческих командах КВН и Рады, что и на службе такая возможность появилась. Без юмора никак, совершенно никак. Если быть полностью серьезным всегда, и тот груз, который порой накладывается по работе, приходят какие-то срочные документы, надо исполнить. Или там что-то где-то, какие-то несовпадения. И если ты это все серьезно будешь воспринимать на себя, как сказать, ну лопнет голова у тебя. Репетируют с утра до позднего вечера. Усталости ноль. Творчество отдушина, признается капитан команды, 25-летний оперативник. Мы кайфуем. Мы забываем о том, что у нас сложная работа. О том, что нас ждет после этих сборов, мы об этом забываем и кайфуем. Команда КВН «Не зарекайся» образовалась год назад. О ней мечтали сотрудники УФСИН. Сегодня ими придуманы десятки интересных шуток. В творческом процессе участвует каждый. Кстати, сборная команда дебютировала в лиге КВН Алтайского края и сразу же прошла в четверть финала официальной лиги Международного союза КВН Алтай. Однако игры были отложены из-за пандемии. Теперь у УФСИНовцев есть все шансы, пока есть жюри и зрители на международном фестивале «Кевин». Он стартует уже завтра, 13 марта. Отличный подарок к профессиональному празднику. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. В концертном зале «Сибирь» в предстоящее воскресенье телостроители поиграют мышцами. Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу – это традиционный турнир, который проводят каждую весну. Прямую трансляцию соревнования можно будет увидеть на сайте КФБ. Сборная команды Алтайского края считается одной из сильнейших в России. Среди наших спортсменов есть многократные призеры чемпионатов России, Европы и мира. Соревнования пройдут в традиционном формате. Общий призовой фонд составит 125 тысяч рублей. Отметим, Алтайская федерация бодибилдинга – демонстрацию мышц и атлетичного тела традиционно превращают в настоящее шоу. Поэтому любителям красивых тел после воскресного обеда с блинами – сразу сюда. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на ютуб. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. А через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи!